Официально открыт мотосезон. На фестиваль к люберецким байкерам приехали мотоциклисты из соседних городов, а также стран ближнего зарубежья. Григорий Ворванин продолжит. Скоростные, ретро, классические, туристические для ежедневных поездок и дальних путешествий. Дорогие и очень дорогие. Светлана Фаворова с мотоциклом не расстается уже 15 лет. Предпочтение отдала спортбайку. Признается, любит скорость, при этом старается соблюдать правила дорожного движения. Камеры везде. Ну так, чуть-чуть. Ну есть места, где камеры на задний номер. Приходится быть осторожнее. Лишних денег нет. Кому камеры фиксации нарушений не помеха, так это Александру Антонову. На фестиваль мужчина приехал на самодельном транспортном средстве. За основу взял обычный складной велосипед. Двигатель заказал в интернете, сборка заняла три дня. В прошлом году Александр на этом чудо-аппарате с мотором проехал около 5000 километров без единой поломки. Мотоцикл надо где-то держать, а это можно в принципе в квартире где-то место найти. На мотоцикл права нужны, а тут велосипед простой вроде. Вроде бы ни под какую категорию не подходит. Люберецкие байкеры одними из первых в Подмосковье дали старт мотосезону. На фестиваль в Малаховский летний парк пригласили друзей из соседних городов и стран. У нас свой район, который объединяет. И на флаге нашего района Феникс, который у нас возродился. Поэтому мы возрождаем наши традиции, возрождаем наши встречи. Мы на границе с Риги ребят встречали. Очень-очень много мотоциклистов с Чехии, с Польши, с Украины. И все едут к нам. Вот чувствуется праздник, единство, конечно. И мотоциклы нам в этом помогают. Во время прошлого мотосезона из-за ограничений мотоциклистам не удалось путешествовать по стране. В этом году многие собираются наверстать упущенное. И как только позволит погода, сразу же отправятся в путь, обгоняя ветер. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.